Всем привет, а я начинаю новый проект, дауну в отзывах Clash Royale. Полетели первый отзыв. Сбалансируйте игру, тупые идиоты, скольким людям надо говорить одно и то же, вам не надоело 3 года, вас просят. А вы безмозглые улучшите подбор противников, я с 8 уровнем на 4 300 кубков поднять не могу, хотя вся колода излег, давайте работайте. Ну начнем с того, что с балансом в Clash Royale всегда были проблемы, но что с этим поделать, игра все равно набирает свою популярность. То, что просят 3 года, он написал, ну возможно. Плюс он написал, что с 8 уровнем он сидит на 4 300. Чувак, да это по сути вообще нормально, учитывая то, какие левел карты у тебя. А плюс он написал, что вся колода у него состоит излег. Народ, вы представьте, излег это не дает вообще никакого преимущества. Кто так считает, огромно заблуждается. Он сказал, давайте работайте разработчиком. Ну да, прямо они его так и послушали. Игра норм, но баланс сделан ущербно. Играешь на 5к с 11 уровнем и картами 11-10 уровня, а попадаются тебе игроки 12-13 вышками и карты фул. Верните старые воины кланов, пока ставлю 2 звезды и справлю, когда будет обнова. И опять же мы видим, что жалуются на ущербный баланс игры. Игра норм, но при этом стоит 2 звезды. Из-за чего? Из-за того, что ему попадается несбалансированный 10-11 уровень. Плюс вышки фуловые. Ну, бывает. Такой вот баланс краш-рояле. Но если ты умеешь играть, то ты обязательно вытащишь. Пока ставит 2 звезды до обновы. Что он хотел этим сказать? Что в следующем обнове они должны специально для него сделать старое КВ. Хотя это было бы неплохо. Новое КВ не очень по сравнению со старым. Пацан жалуется, что он сидит на 4К. Да некоторые даже дойти до туда не могут. А то, что ему выпало бревно и ведьма. По сути, это одни из топовых легендарок Клэш-Риэля. Кто согласен, напишите в комментариях. До 4К можно без лег, а дальше он сказал, что нельзя. Абсолютно абсурд, народ. Есть топеры, которые даже в колоде ни одной леги. Они сидят на 7, на 6К. Это просто нужны прямые руки. Он написал, что удаляет игру. Ну и удаляй, меньше лохов будет. Игра в принципе норм, но дисбаланс. Мне не падают карты. Короли попадаются на 4-5 уровней больше. Поэтому часто не могу играть. Ящики можно открывать только через полдня. Ну и т.д. И справки поставлю 5 звезд. Ну и как обычно в комментариях жалуются на дисбаланс. Ну что с этим поделать, народ. Карты короли попадаются на 4-5 уровней больше. То есть как, ты 4 уровень, тебе попадается 9 уровень противника. Это же вообще невозможно в клаше. Я никогда такого не видел. То, что ящики нужно открывать полдня, но... Это конечно минус. Но тогда было бы гораздо легче собирать карты, и ты быстрее бы прокачался, и все сидели бы на фулах. Это было бы совсем неинтересно. Он просит исправить это все, но его никто не услышит. Отвратительный подбор соперника. Добрался до 6-й арены, и все. Стою на месте уже неделю. Режусь по 4 часа в день. Ничего не меняется. Сделайте нормальный подбор. Поставлю 5 звезд. Подбор соперника в принципе нормальный. Лично для меня. Я никогда на него не жаловался. Режется по 4 часа в день паренек. И никак не может подняться 6-й арена. Это просто значит, что тебе нужно поменять деку, или просто научиться играть. Все. Не надо оскорблять в этом игру, то что вы не умеете играть. Это будет бессмысленно. Сделайте нормальный подбор, он просит. Ну, у каждого глобал одинаковый. Нет такого, что он разный. Поэтому нечего играть 4 часа в день. Нужно передыхать. Игра очень крутая. Играю в нее давно. Но проблемы тоже есть. Последнее время очень много платных акций. Им баланс попадает с 11 уровня. Когда ты 8 или 9 уровень. Время восстановления колоды в речной гонке. 24 часа. Сделайте хотя бы 20. И вот паренек написал, что игра очень крутая. И даже поставил 4 звезды. Единственное, что он тоже жалуется на балансы. Когда играет против 11 уровня. Когда сам он 8 или 9. Тем более он жалуется на КВ. Что в речная гонка 24 часа восстанавливается колода. И просит сделать хотя бы 20 часов. Здесь я с ним согласен. Даже можно попросить, чтобы они делались по 8 часов. Но это реально много. КВ испортили. И раньше было лучше. Кто считает так же. Поставьте лайкос. И не забудьте подписаться на канал. В сервера не очень. Не могу зайти в аккаунт Supercell. Баланс ужасный. Тебе закидывает игрока уровнем выше. Картами и опытом игры лучше. Или какого-то новичка, который играет хуже. Последние сезоны боевые пропуски. Слишком дорогие. Баланс как всегда ужасный. Да, да. Сколько раз мы это слышали. Он жалуется на то, что ему попадаются новички. Которые не умеют играть. Радовался бы лучше. Слушай, которых ты можешь легко просто победить. Когда тебе попадают соперники более сложные, так гораздо интереснее. Интереснее игра. Ты можешь проверить свои навыки. Можешь от него чему-то научиться. А чего ты научишься от новичка? Просто. Последние сезоны боевые пропуски слишком дорогие, он сказал. Да, серьезно. Повысили цену. Раньше было 370. Рояль пас. А теперь 450, если я не ошибаюсь. Игра сама по себе хорошая. Но сделайте нормальный подбор. Почему у меня на 3 искателя попадаются челы с 13-ми картами? Как мне против них играть? Пожалуйста, сделайте нормальный подбор. А так игра мне нравится. Игра больше 3-х лет для нее. Все-таки есть такие люди, которые хвалят эту игру. Да, бывает на 3-м искателе попадаются челы с 13-ми картами. Но они попадаются на 1-м и на 2-м. Ты должен был это уже заметить. Пожалуйста, сделайте нормальный подбор. Он просит. Почему все просят сделать нормальный подбор? Игра ему нравится. Он даже поставил 3 звезды. Хоть за это ему спасибо. Он играет больше 3-х лет, там было написано. Ставьте и вы, так же лайки на мой видос. Ну что ж, народ. Я надеюсь, вам понравился этот видос. А на этом пока что все. Сейчас мы просто досмотрим нашу игру 2 на 2, где мы походу сейчас всрем. Да, мы проиграли. Ну а ты не забудь подписаться на канал, поставить лайкос, желательно колокольчик. Мне будет это очень приятно. И обязательно приходи на следующие видео. Всем пока, народ.